Здравствуйте, я Nostromo771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование комплексного антивирусного продукта Escan Internet Security Suite версии 14.0.2016 года. Тестовые мероприятия будут выполняться в операционной системе Windows 10, профессиональная 64-битная. Все этапы тестовых мероприятий выполняются на реальном компьютере без использования программ виртуализации. На рабочем столе располагается папка для шифраторов. Здесь находятся объекты, наиболее часто подверженные шифрованию. Если в процессе запуска оставшихся нераспознанных зловредных объектов будут работать программы шифраторы, мы сможем посмотреть, какие объекты подвергались обработке. Для удобства, во время выполнения тестовых мероприятий, с правой стороны я располагаю диспетчер задач Microsoft. Для определения нагрузок на основные работающие компоненты антивируса работает комода Kill Switch. Для выполнения данного теста мной были подготовлены архивы со зловредными объектами, которые я разбиваю на определенные группы. Архив номер один включает 1370 объектов, второй архив включает 1823 объектов, третий архив включает 3116, четвертый архив включает 1950 объектов, пятый дополнительный архив включает 314 объектов, шестой архив включает 660 троянов энкодеров, седьмой архив 36 батскриптов и последний восьмой архив 34 объекта, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Выполняется проверка на присутствие каких-либо опасных объектов на территории компьютера при помощи сканеров. Завершается сканирование Zimano, угроз на территории компьютера обнаружено не было. Hitman Pro на территории компьютера угроз не обнаруживает. Malvaebytes Antimalva каких-либо опасных объектов на территории компьютера не обнаружил. Приступаю к установке антивирусного комплекса. Запускаю выполнение обновления. Еще одна проверка. Новых обновлений нет. Завершается сканирование, угроз на территории компьютера обнаружено не было. Выполняю рестарт системы. Программа работает в штатном режиме с настройками по умолчанию. Никаких изменений в настройке в настоящее время я не вношу. Каких-либо новых обновлений Escan в сети в настоящий момент нет. Приступаем к распаковке архива номер один. Вводим пароль и запускаем таймер. В процессе распаковки появляется уведомление о обнаружении опасных объектов. Обработано 5% архива. Прошло 30 секунд. Нагрузка. Основной компонент антивируса 22%, процессор 75%. Распаковка архива завершается. Практически все объекты, которые распаковываются, идут с пометкой «невозможно изменить атрибуты». Приостанавливаю таймер. Нагрузка на основные элементы антивируса падает. Проверяем количество объектов в директории. Внутри 83 объекта. Открываю директорию. Продолжают поступать диагностические сообщения. Выполняется блокировка некоторых элементов. Пробуем перемещаться внутри директории, но каких-либо уведомлений от антивируса при этом не поступает. Выполняем принудительное пользовательское сканирование и продолжаем учет времени. Приостанавливаю таймер. Сканирование завершено. Было обнаружено 11 зараженных объектов. В директории 73 файла. Переходим к процедуре выполнения пользовательского сканирования. Добавляем в список проверки. Параметры остаются по умолчанию. Выполняем сканирование и продолжаем учет времени. Приостанавливаю таймер. Был обнаружен один опасный объект. В директории тем не менее остается 73 объекта. Более угрозы не удалялись. Выделяю объекты в директории и выполняю еще одну проверку уже без учета времени. Смотрим объект, который невозможно обработать. Салити. 387 файл. Так как данный объект определяется, но по той или иной причине не удаляется, я ликвидирую его из папки вручную. В директории остается 72 объекта. Перепроверяю оставшиеся объекты при помощи дополнительных сканеров. Hitman Pro считает опасными 18 объектов. Эти же объекты перепроверяются сканером Zimano. Опасными считаются 23 объекта. Оставшиеся объекты при помощи специального программного обеспечения отправляются на вирус Total. В итоге получается следующая картина. Из представленных объектов 13 в настоящее время являются чистыми. Их зловредность не подтверждается. Оставшиеся 59 разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из них более чем 10 двигателями зловредность подтверждена в 18 файлах. Таким образом, процент нераспознанных составляет, если учитывать все 59 объектов как зловредные, 4,3% ровно. Если рассматривать только 18 файлов, которые подтверждены более чем 10 двигателями, 1,31% от представленных. Выполняется распаковка архива номер 2. Вводим пароль. В процессе распаковки появляются уведомления о обнаружении зловредных объектов. Открываю директорию распаковки. Подходит к завершению процедура распаковки. 320 объектов в настоящее время присутствуют в директории. Пробуем перемещаться внутри. Каких-либо обнаружений более нет. Выполняю принудительное пользовательское сканирование. Сканирование завершается быстро. Дополнительно было обнаружено 8 объектов. В директории 312 файлов. Выполняется распаковка архива номер 3. Ввожу пароль. Открываю директорию. Ожидаем окончания распаковки данного архива. Распаковка объектов завершается, однако определение угроз продолжается и количество объектов в директории сокращается. Завершается автоматическое определение опасных объектов. Более уведомления о обнаружении зловредных файлов не появляются. В директории в настоящий момент 901 объект. Выполняем принудительное пользовательское сканирование. Начинается обнаружение опасных объектов. Завершается сканирование. Было обнаружено 114 опасных объектов. Перемещено 101. В директории остается 800 файлов. Выполняется распаковка директории номер 4. Ввожу пароль. Начинается определение опасных объектов. Открываю директорию распаковки. Подходит к завершению процедура. В директории 22 объекта. Выполняем пользовательское сканирование. Дополнительно было обнаружено 2 файла. В директории остается 20 файлов. Выполняется распаковка архива номер 5. Ввожу пароль. Завершается распаковка. В директории остается 62 объекта. Выполняем пользовательское сканирование. Было обнаружено и обработано дополнительно 7 объектов. В директории остается 55 файлов. Следующая директория на распаковку содержит трояны энкодеры. Ввожу пароль. Завершается процедура распаковки. В директории присутствует 17 объектов. Выполняем пользовательскую процедуру сканирования. Дополнительно было обнаружено и обработано 14 файлов. Фактически в директории остается 3 объекта. Следующая директория содержит батскрипты. Ввожу пароль. Распаковка выполнена. Были обнаружены опасные объекты. Открываю директорию. Внутри 21 объект. Выполняю пользовательскую проверку. Дополнительно был обнаружен и обработан один объект. Таким образом в директории остается 20 объектов. Опасных целенаправленно написанных вирусов в директории нет. Следующая директория на распаковку содержит неопасные объекты. Ввожу пароль. Распаковка выполнена. Предупреждений от антивируса не поступает. Открываю директорию. Пробую перемещаться внутри. Реакция со стороны антивируса на данные объекты отсутствует. Выполняем пользовательскую проверку. Все объекты проверены, угроз обнаружено не было. Через некоторое время автоматическая проверка обнаруживает угрозы и помещает объект в карантин. В директории остается 33 файла. Открываю программу и выполняю сканирование всех распакованных директорий с пользовательскими настройками. Для проверки представлены директории 1, 2, 3, 4, 5, энкодеры, батскрипты, незловредные объекты, которые могут определяться как таковые. Выполняем сканирование. Сканирование завершается, но почему-то не указывается общее количество проверяемых объектов. Такое чувство, что программа фактически сканирование не выполняла. Еще раз запускаю данную процедуру. Сканирование завершено. Пробую добавлять директории по одной. Батскрипты. Проверялось 20 объектов, угроз обнаружено не было. Объекты, которые зловредными не являются. Сканируем. Проверялось 33 объекта, угрозы не обнаружены. Опасные объекты, оставшиеся после проверки первой директории. Объекты перепроверяются. 73 файла, угрозы обнаружены не были. Объекты, которые остались после распаковки второй директории. Сканирую. Проверялось 312 файлов, угрозы обнаружены не были. объекты, которые остались после сканирования третьей директории. Начинается обнаружение опасных объектов. Дополнительно было обнаружено 13 зловредных файлов. Проверялось 800 объектов. К данным объектам действия не применялись. Удаляю данные файлы самостоятельно. В директории остается 787 объектов. Проверяется четвертая директория. Проверялось 20 объектов, угрозы не обнаружены. Проверяется пятая директория. Проверялось 55 файлов, угрозы обнаружены не были. Директория, которая содержит энкодеры. Три объекта проверялось, угрозы не обнаружены. Вновь выбираю все директории и запускаю процедуру сканирования. Сканирование завершается, вновь никаких объектов фактически не проверялось. По той или иной причине, когда выбирается большое количество директорий, возникает техническая ошибка, которая не позволяет перепроверять эти директории, либо информация о проверке отображается некорректно. Пробую выполнить еще одно сканирование, просто выделив директорию и дав команду просканировать. Проверка выполняется. 1303 файла проверялась, угроз обнаружено не было. Настроены на максимальный детект и удаление зловредных объектов все элементы защиты, за исключением удаления временных файлов, устанавливаю защиту паролем. Открываю директорию номер 1, оставшиеся объекты. Пробую перемещаться внутри, реакции со стороны антивируса нет, выполняю сканирование. Объекты перепроверялись, угрозы обнаружены не были. Вторая директория. При перемещении реакции со стороны антивируса отсутствуют. Выполняю сканирование. Были обнаружены дополнительные объекты. Два файла удалены. В директории остается 310 файлов. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Третья директория. При перемещении внутри директории реакция со стороны антивируса на данные файлы отсутствует. Сканирую. Было дополнительно обнаружено и удалено 4 объекта. В директории остается 783 файла. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Четвертая директория. При открытии реакции антивируса на данные объекты нет. Сканирую. Угрозы обнаружены не были. Пятая директория. Реакция со стороны антивируса есть. Начинается удаление опасных объектов. В директории остается 53 файла. Выполняю проверку. Проверялось 57 объектов. Угрозы обнаружены не были. Директория. Где располагались энкодеры. Реакции со стороны антивируса при открытии нет. Сканирую. Зловредность не обнаружена. Директория, которая содержит BAT скрипты. При открытии реакции нет. Выполняю сканирование. Угрозы не обнаружены. Последняя директория, где содержатся незловредные объекты. 33 файла. Реакция при открытии со стороны антивируса отсутствует. Сканирую. 33 объекта проверялось. Угрозы не обнаружены. Выполняется сканирование из самой программы представленных директорий. Все директории указаны. Параметры выставлены. Запускается процедура проверки. Сканирование выполнялось, однако количество объектов, которые проверялись, не указано. Фактически выполнялась ли проверка, неизвестно. Оставляю директорию номер 1. Выполняю проверку. Указывается количество проверяемых объектов. Угрозы не обнаружены. Директория номер 2. Сканирование выполнено. Угрозы не обнаружены. Директория номер 3. Сканирование выполнено, угрозы не обнаружены. Директория номер 4. Сканирование выполнено, угрозы не обнаружены. Директория номер 5. Завершается проверка, угрозы не обнаружены. Директория, которая содержит энкодеры. Проверка выполнена, угрозы не обнаружены. Бат-скрипты. Проверка выполнена. Угрозы не обнаружены. И последняя директория с объектами, которые зловредными не являются. Сканирование завершается. Угрозы среди данных объектов не обнаружены. Я выполнил все варианты сканирований. Объекты, которые могли быть обнаружены антивирусом, должны были быть определены и удалены. Директорию, которая содержит объекты, которые фактически зловредными не являются, я удаляю, так как в дальнейшем в тестировании данные объекты использоваться не будут. Что касается нагрузок. Основной элемент, который участвовал в процессе определения зловредных объектов. На пике виртуальная память была задействована на 861,59 МБ. Физическая память 212,83 МБ. Оставшиеся объекты перепроверяются при помощи сканера Zimano. Вторая директория. Как опасные, сканер считает 22 объекта. Третья директория. Опасными, сканер считает 491 объект. Четвертая директория. Опасными, определяются 3 объекта. Пятая директория. Проверяются 44 объекта. Фактически опасными считаются 27. Энкодеры. Три объекта из трех проверяемых считаются опасными. Я удаляю из директории номер 1 объекты, которые зловредными не считаются. Таким образом, в папке остается 59 файлов. Переходим к последней части тестирования. Это запуск оставшихся объектов, которые не были распознаны как зловредные. Объект 135. От имени администратора. Появляется в памяти. Приложение блокировано Escan. Проактивная защита. Объект продолжает присутствовать в памяти. Определен как Троянваре. В Инт-32 Энжекта. 1081 объект. Предупреждение Escan. Объект заблокирован и из памяти выгружается. 1363. Это последний объект в данной директории. Попытка запуска и блокировка Escan. Мы запустили все объекты, которые присутствовали в данной директории. Выделяю файлы и пробуем их ликвидировать. С учетом тех, которые удалить невозможно. Их я пропускаю. В директории фактически остается 11 объектов, большинство из которых являются подобными файлами, различными модификатами, по мнению Killswitch.win32.injector. Следующая директория касается Троянов-энкодеров. Здесь присутствует три объекта. Пробуем выполнять запуск. Объект 246. От имени администратора. Предупреждение. Данный файл не может быть загружен и работать в данной операционной системе. Объект 414. Ситуация аналогична. Объект 638. Аналогично. Работать в данной операционной системе подобные файлы не способны, что спасает нас от возможно негативных последствий, которые могли бы наступить, если бы данные объекты могли функционировать. Пробую их удалить. Объекты легко удаляются, так как соответственно в памяти не работают. Переходим к директории номер 5. Здесь осталось 55 объектов. Седьмой файл. Появляется в памяти. Предлагается установить программное обеспечение. URL был заблокирован. Продолжаем установку. Предлагается интегрировать Ask Toolbar. Отключаю данную возможность и продолжаю инсталляцию. Рекомендуется установить бесплатную конвертацию. Устанавливаю рекомендуемое программное обеспечение. Открывается веб-страница продукта. Скрипт. 109. Появляется в памяти. Определен как молва. Присутствует. 143. Запускается. Присутствует в памяти. Анализируется. Установщик. В Program Files своя директория. Устанавливается дополнительное программное обеспечение. Заблокирован URL. How3606.com. Открывается веб-ресурс. На китайском языке. Появляются дополнительные элементы. Вирусное оповещение. S-Comp. Файл помещен в карантин. Ген-вариант ZUSI. Из пользовательской директории. Проброс процессов. По всей видимости, устанавливается дополнительное программное обеспечение. Без участия пользователя. Открывается браузер. Дополнительный. На китайском. Объект 162. Выполняется инсталляция. Успеваю я прервать процедуру выхода. Программа попыталась выполнить принудительную перезагрузку. Тем не менее, некоторые объекты уже успели закрыться. В том числе, я не наблюдаю нашего антивируса. Запускаем Kill Switch. Скрываю безопасные процессы. И опасных проверяемых тут достаточно немаленькое количество. Нагрузка на процессор 80-90%. Что же касается Escan. Пробую запустить центр защиты. Продукт сообщает о том, что частично работа приостановлена. Таким образом, продолжать работу в таком виде невозможно. Продукт работает некорректно. Не стал я полностью выполнять перезагрузку компьютера. Достаточно было выйти и войти вновь в свою учетную запись. Internet Security Suite работает в полном режиме. Все элементы подключены. Что же касается элементов памяти, то здесь мы наблюдаем лишь частичное присутствие элементов, которые анализируются. Большая часть объектов опасных, которые работали, сейчас здесь отсутствуют фактически. И последний объект из данной директории 278. Появляется в памяти, определен как опасный. Создаются новые сервисы. Попытка открыть веб-адрес. URL заблокирован антивирусом. Возникает ошибка. Стартует большое количество элементов подвисания, в связи с чем проявляется. Пробую выделить и удалить все те объекты, которые мы пытались запустить в данной директории. Кроме тех, которые удалить невозможно. Их мы пропускаем. Таковых элементов здесь присутствует 7. Папка остается. Она блокирована. В этот момент мы наблюдаем присутствие в памяти неизвестных объектов. Объекты, анализ которых пока еще не завершен и возможно положительно не завершится. Два красных опасных элемента. Пробую выполнить принудительное обновление. Загружаются дополнительные объекты. Включаем сканирование с пользовательскими настройками, чтобы сразу выполнить все процедуры, которые здесь расписаны по отдельности. Выполняем проверку. Что касается BAT скриптов. Опасные объекты были удалены. Возвращаемся к процессу, который закрывает Explorer.exe. Запускаем от имени администратора. И элемент выполняет требуемое действие. Таким образом, объекты BAT скрипты, которые неизвестны антивирусу, будут выполняться. Продолжаю процедуру сканирования. Что касается папки, которая содержит BAT скрипты. Пробуем ее ликвидировать. Она легко удаляется. Было обнаружено 15 зараженных объектов, которые удалялись. Первый объект. Конфигурационный архив ESCAN в программ Date. Файл был удален, так как был поражен в IN32 верлок Ken. Все последующие объекты являются объектами облачной перепроверки ESCAN. То есть фактически какого-либо стороннего зловредного программного обеспечения обнаружено не было. Один из объектов, который расположен в директории запуска опасных файлов, был заблокирован и в связи с этим не мог быть проверен. В процессе рестарта загружается много дополнительного программного обеспечения. В системе автоматически стартует страница Funday24.ru, которая прописана, видимо, по умолчанию на открытие. Запускается дополнительный элемент браузер кинопросмотра на китайском языке. В системе стартует Amiga. Mail.ru открывается. Загружается дополнительный элемент Torrentex. Стартует приложение на китайском непонятного происхождения. А также Internet Download Manager. Смотрим папку для шифраторов. Есть ли объекты, которые здесь подвергались шифрованию. Данная директория была защищена от изменения, поэтому вероятность того, что объекты повреждены, очень невысока. Архивы. По внешнему виду повреждений не имеют. Пробуем извлечь. И у нас идет блокировка «Отказано в доступе». Данный элемент заблокирован. Видеообъекты. Все доступны. Документы. Доступны. Музыкальные объекты доступны. Изображения. Доступны и находятся в заблокированном состоянии. Что же касается объектов аналогичных, которые располагались на диске C. Архивы. Извлекаем. Доступны. Шифрованию не подвергались. Видеообъекты. Доступны. Шифрованию не подвергались. Документы. Доступны. Шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты. Доступны. Шифрованию не подвергались. Изображения. Доступны. Таким образом, программы-шифраторы либо не смогли развернуться в системе и работать, либо были уничтожены на этапе выполнения сканирования и распаковки объектов. Пробуем удалить директории, которые располагаются на рабочем столе. Не все объекты можно ликвидировать, некоторые приходится пропускать. Директория номер 1. Все объекты легко удаляются. Видимо здесь проблема с папками возникает, поэтому до конца отработать программа не может. Директория номер 2. Все объекты удаляются. Следующая директория. Все объекты удаляются. Третья директория. Все объекты удаляются. Пятая директория. Проблема. Удалить не получается. Пробуем удалить самостоятельно в ручном режиме объекты. Но здесь только директория остается, которая заблокирована. Все объекты фактически удалены. Это говорит о том, что в режиме реального времени файлы из данных директорий не работают. Выполняем проверку системы дополнительными сканерами. Hitman Pro указывает на то, что у нас имеется видоизменение хост файла. Данный файл располагается в директории Windows, System32, Drivers, etc. Объект hosts. Открываю через блокнот и здесь мы видим видоизменения, которые внесла программа. Google. Завершается сканирование. Зимана антималва обнаружила 567 опасных видоизменений в системе. В общем-то глобального поражения системы нет. Несмотря на то, что большое количество указанных элементов. В основном это рекламные потенциально нежелательные объекты. Изменения в браузерах. И изменения хост файла. Данные элементы можно очистить. При запуске браузера у нас открываются дополнительные панели. Предупреждение от ESCAN поступает о том, что идет перенаправление. И попытка использовать по умолчанию службу поиска GetSearch. Надстройки готовы к установке. Что касается сканера Hitman. Он фактически находит одно опасное видоизменение в системе. Завершается сканирование маловой байтс. Было обнаружено 24 опасных видоизменения в системе. Смотрим результат. По категориям. В памяти присутствует единственный процесс A2 Defender. Необходимо удалять дополнительно установленные объекты. Очищать браузеры. Восстановить работу системы. Возможно без переустановки. Что касается общего вывода по проведенному тестированию. Во время выполнения заражения системы оставшимися программами. Антивирусный продукт активно выполнял блокировку объектов, которые являются опасными. И запускалась только часть. Из этой части запускаемых программ. Выход в сеть активно блокировался. Интернет секьюрити. И в итоге выполнить зловредные действия. Даже у запущенных программ фактически не получилось. В системе смогли распространиться рекламные компоненты. Потенциально нежелательные. Но которые по мнению данного антивирусного комплекса. Зловредными не являются. На этом тестирование завершено. С вами был Настрома771. Спасибо за внимание. До свидания.